Последние технические проверки позади. Впереди многодневная гонка. Все четыре экипажа команды Камазмастер готовы к бою. Настроение у пилотов на подъеме. Это тот редкий случай, когда старт уже после празднования Нового года. Блин, дима Леса-Вигас. Всем привет. Настроение бодрое. Наконец-то начинается Дакар. Сегодня первый день административной технической проверки. Можно сказать, что сегодняшний день стартует юбилейный 40-й Дакар. Это очень важное событие для всех участников. Насколько сложными будут маршруты в этом сезоне, неизвестно. Каждый год трассы и спецучастки готовят неожиданные повороты. А погода и вовсе становится главной причиной изменения хода гонки. Слов организатора. Такие участки, особенно в Перо, где протяженность дюн будет самой длинной во всей истории Дакар. Поэтому сложность будет приносить как непредсказуемость, так и уравняет многие шансы, наверное, всех участников. Поэтому шансы будут у всех. Захватить преимущество с первых километров будет непросто. Практика последних сезонов показывает, что татарстанские экипажи запрягают не сразу. Но на Дакаре очки считают в конце января. В очередной раз мы приехали в Перу для нашего экипажа. Я думаю, это более интересный будет старт, потому что, если вспомнить Дакар 2013 года, для нас он был победным Дакаром. И, конечно же, хочется повторить. Сегодня в 11 ночи по московскому времени пилоты ралли отправятся на первый участок. За две недели им предстоит проехать по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Анна Мазгафиатов, ТНВ, Перу, Лима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова